4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В Иванове пациенты с этим страшным диагнозом лечение проходят в онкодиспансере. Стоит признать, что с каждым годом болезнь набирает обороты. Однако и медицина не стоит на месте. За последние несколько лет смертность от рака снизилась на 12%. Кожная онкология – самая распространенная в нашем регионе. Однако лечится она довольно успешно. Мужское население чаще всего подвержено раку желудка и легких. Женщины страдают от рака молочной железы. Женщина из года в год должна ходить в смотровой кабинет, она должна проходить маммографическое обследование. В некоторых случаях мы, к сожалению, видим, что вроде бы и пациент живет в городе и ведет достаточно активный образ жизни, обращается с запущенным формой рака, в том числе и молочной железы. Это наружная локализация, которые легко выявляются, для которого, по большому счету, надо минимум навыков самообследования и желания обращаться в лечебное учреждение. Своевременно выявить онкологию – одна из важнейших задач сегодня. Любой рак на начальных стадиях излечим. А потому, начиная с 18 лет, периодически нужно посещать смотровые кабинеты. Исторически у нас были только женские смотровые кабинеты. Мы пошли чуть дальше. Мы стали организовывать и мужские смотровые кабинеты, где, в общем-то, человека разденут, посмотрят на те изменения на коже, которые есть. А надо сказать, что рак кожи – это одна из самых распространенных форм рака, где человека, разумеется, гинекологически осматривают, если это женщина, ректально осматривают. Вот это основная задача смотрового кабинета. После этого пациент, пациент, еще, может, даже не пациент, еще просто человек пока, проходит флюорографическое обследование, проходит женщину-момографическое обследование, начиная с 40 лет. У пациента опухоль мочевого пузыря. В прошлом году в рамках программы модернизации здравоохранения диспансер приобрел специальное эндоскопическое оборудование. Теперь удаление опухоли – процесс малотравматичный. Сейчас мы видели, как с помощью эндоскопа, который был введен в полость мочевого пузыря с помощью специальных эндоскопических инструментов, эта опухоль была удалена. Еще не так давно, может быть, 15-20 лет назад, для того, чтобы удалить такую опухоль, нужно было сделать большой разрез передней брюшной стенки, нужно было скрыть мочевой пузырь и только после этого удалить эту опухоль. В том году в диспансер поступило и новое диагностическое оборудование. Ультразвуковой аппарат позволяет выявлять опухоль на ранних стадиях, когда речь идет еще о полном излечении. Безусловно, каждый хоть раз в своей жизни задумывался, изобретут ли лекарства от рака, которые будут исцелять на самой последней стадии заболевания. Специалисты такого развития событий не отрицают. Многие, казалось бы, удивительные проекты, которые вначале у всех вызывали отрицание, со временем они превращаются в самые замечательные открытия. Я не удивлюсь, что когда-либо будет что-то изобретено радикальное. На настоящий момент, в общем-то, все эти заметки, которые мелькают в интернете, с академической точки зрения, они не представляют интереса. А пока чудо-таблетки не существует, к своему здоровью нужно относиться с особым вниманием. И при первых же подозрительных недомоганиях стоит пойти в больницу. У 46% ивановцев рак выявляют на ранней стадии. И чем быстрее этот показатель будет расти, тем больше из стен онкологического диспансера будет выходить пациентов, которые навсегда победили этот страшный недуг.